Добрый день, дорогие друзья, сегодня я расскажу вам об Алисе Фрейндлих, советской и российской актрисе театра и кино, исполнительнице песен, народной артистке СССР. Родилась Алиса 8 декабря 1934 года в Ленинграде, в семье известного актера Бруна Фрейндлиха. Мать будущей актрисы, Ксения Федоровна, в молодости проживала в Пскове, где участвовала в художественной самодеятельности. Вскоре она переехала в Ленинград, где на драматических курсах театра рабочей молодежи познакомилась с актером немецкого происхождения Бруна Фрейндлихом. Ксения Федоровна была актрисой только в юности, все дальнейшие годы работала бухгалтером, растила Алису. С Бруно Артуровичем они расстались еще перед войной, но в жизни Алисы отец присутствовал всегда. Вместе с мамой Алиса оставалась в блокадном Ленинграде, три года после войны, начиная с середины 1946-го, они проживали в Таллине, потом вернулись домой. В школе Алиса активно занималась в театральном кружке, который вела Мария Александровна призван Соколова. Окончив школу в 1953 году, Алиса Фрейндлих уже точно знала, что станет актрисой, только не могла решить, какой именно, музыкальной или драматической. Выбор в пользу второго варианта помог сделать отец, отговоривший Алису от оперной сцены. Вскоре Алиса подала документы в Ленинградский театральный институт имени Островского. В 1957 году окончила его и стала актрисой Ленинградского драматического театра имени Комиссаржевской. В 1955 году девушка исполнила эпизодические роли в фильмах «Неоконченная повесть» и «Таланты» и «Поклонники». В 1961-1983 годах Фрейндлих, актриса Академического театра Ленсовета, этот период стал пиком ее театральной карьеры. Она стала первой леди театра, как позже писали газеты, и играла почти во всех спектаклях его репертуара. В кино между тем Алису Фрейндлих почти не приглашали, отдельно можно отметить всего лишь одну роль 1960-х годов — похождения зубного врача. В 1974 году вышло три киноленты с участием Алисы Фрейндлих, мелодрама «Анна и Командор», которую и называют первым большим проектом актрисы, музыкальная комедия «Соломенная шляпка» и историческая драма «Агония». В 1977 году на экраны вышел фильм «Служебный роман». Образ серой мышки Людмилы Калугиной принес актрисе всесоюзную популярность и славу. За эту роль Алиса Фрейндлих была признана лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран». После триумфа служебного романа Алиса Бруновна сыграла одну из лучших, как отмечали критики ролей в кино. Такой стала королева Анна в экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера». И в «Трех мушкетерах», и в старомодной комедии актриса исполнила несколько песен. Для поклонников кино Фрейндлих раскрылась в следующем проекте — «Сталкере» Андрея Тарковского. С 1983 года Алиса Фрейндлих — одна из ведущих актрис российского государственного академического Большого драматического театра имени Товстоногова. Помимо работы в театре, актриса продолжала плодотворно играть и в разножанровом кино, как в драмах «Опасный возраст», «Успех», так и мелодрамах «Будни» и «Праздники Серафимы Глюкиной». Однако наиболее успешной ролью Фрейндлих в кино 1980-х годов стала роль Хариты Игнатьевны Агудаловой в фильме «Жестокий романс». Алиса Бруновна продолжает сниматься в кино и играть в родном театре. Из последних проектов с участием актрисы выделяется «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину» — картина, победившая на церемонии вручения премии Ника. Актрисе досталась необычная роль, мать поэта Иосифа Бродского. Алиса Фрейндлих трижды выходила замуж. Первый муж — студент-однокурсник Владимир Карасев, с ним прожили год. Второй муж — театральный режиссер и актер Игорь Владимиров, в этом браке родилась дочь Варвара, она окончила Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, снялась в нескольких полнометражных фильмах. Варвара Владимирова была замужем за политиком Сергеем Тарасовым, от которого у нее двое детей — сын Никиты и дочь Анна. Третий муж — актер и художник Юрий Соловей. Вскоре после расставания с Фрейндлих Соловей женился на коллеге по театру имени Ленсовета и переехал сначала в Израиль, а затем в Германию. Алиса Фрейндлих — лауреат государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех государственных премий Российской Федерации 1996, 2001 и 2008 годов, премии Правительства России. Фильмы с ее участием вошли в Золотой фонд отечественного кинематографа. Наиболее известны по картинам «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Де Артаньян» и «Три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс», циклу фильмов «Женская логика» и фильмы «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Алиса Бруновна — обладательница двух национальных театральных премий «Золотая маска» и четырех премий Российской Академии кинематографических искусств НИКА. Дорогие друзья, спасибо большое всем вам за внимание к моим видеороликам и оценку моей работы. Желаю удачи, благополучия, взаимопонимания и поддержки ваших родных и близких.